По-настоящему знаковой для хоккейного клуба «Брест» стала минувшая суббота. В экстралиге в группе «Б» Зубры реабилитировались за непонятный проигрыш низкой молодежной дружине У-18, одолев команду «Бобруйска» со счетом 6-3. Эта победа важна не только для самих хоккеистов, но и для «Брестских» болельщиков. Накануне тренерский штаб возглавил 37-летний коуч Константин Кольцов. И все ждали от нового наставника «Маленького чуда». Оно случилось. Бобруйчанам же не хватило бойцовских качеств, считает главный тренер команды соперника Василий Панков. Пацаны мои на данный момент, то, что могут, то показали на максимуме. Хорошая самодача, желание. Что-то на нашей команде происходит все время. Есть ключевое слово по усмотрению. Оно действует на нашей команде почему-то. И в целом оно убивает наш белорусский хоккей. Ну, а так, в принципе, ребята выложились, отдались. То, что смогли, то сделали. Очень хорошая команда нам противостояла. Счет, да, две шайбы забили в пустые. В принципе, игра была равная. Может быть, немножко побольше мы владели преимуществом. Но, тем не менее, опасались очень быстрых нападающих соперников. Потому что здорово очень убегали в атаку соперник. Поэтому, как бы, старались обратить на это внимание. Но, тем не менее, это хоккей. До середины второго периода чаша весов склонялась явно не в пользу брещан. Но опытный Игорь Коваленья с его хит-триком, а также Донской, Балабукин и Белящук, подарили болельщикам повод гордиться командой. А новому тренеру положительные эмоции. Два периода была борьба. И соперник имел момент, и мы. Ну, собрались. Все-таки добыли победу с новым тренером первую. Да, партнеры помогли сделать хит-трик. Поэтому игра удалась. У каждого тренера все-таки свой взгляд. Поэтому сейчас пришел Константин Евгеньевич, чуть-чуть перестраиваемся. Я думаю, с каждой игрой будем добавлять по новой тактике, по игре. Я думаю, все будет нормально. Победа брещан положительно повлияла и на общий тон пресс-конференции, на которой журналистам официально представили нового тренера Зубров Константина Кольцова. Экс-игрок НХЛ, чемпион России, обладатель Кубка Гагарина, помощник наставника Минчан Горди Дуайра, считает свое назначение хорошей ступенью в карьере. На сегодняшний день нам надо работать над всеми моментами игры. Мне бы хотелось, чтобы мы лучше действовали и быстрее в зоне обороны, в отборе шайбы, быстрее уходили в атаку после отбора шайбы. Естественно, в зоне атаки, насколько я знаю, в позиционной атаке не так много мы забрасываем. То есть, постоянно больше, больше это атака с ходу. Поэтому все моменты требуют улучшения, как бы и будем работать. То есть, ребята с желанием внимательно очень слушают и пытаются это делать. Поэтому я думаю, что будем прогрессировать. Перспектива ближайшая. Каждой игрой улучшать наши результаты, улучшать игру. Будет игра, будут результаты. Поэтому все идет по плану. Константин Евгеньевич познакомился с командой, познакомился с игроками, увидел потенциал каждого, увидел, где кого использовать. Но это все надо время. Люди хоккейные это все понимают. Может, для кого-то это кажется, что пришел человек и должен с первой минуты показывать какой-то суперрезультат, суперстарт. Но, к сожалению, в спорте так бывает редко. Пока на ледовой арене Брещани отвоевывали победу, в стенах с Дюшор Динамо 250 юных спортсменов из 24 команд, представляющих специализированное отделение Тэйквондо, детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов Беларуси, сражались за медали в рамках третьего открытого чемпионата и первенства БФСО Динамо. На последнем чемпионате Европы среди молодежи единственные воспитанники с Дюшор БФСО Динамо заняли два призовых места. Первое и второе, что явилось показателем качества работы с Дюшор города Бреста и с Дюшор города Минска номер два. Поэтому мы считаем, что благодаря этим соревнованиям получаются такие очень хорошие результаты выступления наших белорусских спортсменов. Дюшор Брестской областной структуры Динамо, открытое отделение уже давно, прекрасный тренерский состав. Это тренеры, которые находятся у нас и в Барановичах, и в Бресте. Большое количество детей занимается и сегодня они все покажут прекрасный результат. В первый день прошли поединки среди взрослых и кадетов, во второй выступали младшие. Соревнования – важный этап подготовки, а достигнутый результат – один из критериев отбора спортсменов в сборную команду страны. Всегда надо стараться и стремиться дальше. То есть вот я перешел во взрослый, я не должен оставаться на том уровне, на котором я входил во взрослый. Должен расти постоянно в своем мастерстве, набираться опыта постоянно на каждых соревнованиях. По итогам чемпионата в общекомандном зачете Брестская с Дюшор Динамо заняла второе место. Победу праздновали одноклубники из Минска. Ирина Решова, Эдуард Бакнович, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.